добрый вечер здравствуйте я пока начну урок с надеждой что с божьей помощью все подойдут тот кто не успеет к началу если захочет сможет послушать это потом и так сказал раби акива добрый вечер здравствуйте сказал раби акива точно так же как дом свидетельствует о строителе одежда от кача а дверь о столяре весь мир свидетельствует что всевышний его создал добрый вечер здравствуйте надеюсь меня слышно меня сегодня попросили поговорить именно на этом уроке о пирог шара я не знаю знаете ли вы или нет что такое может быть кто-то из вас даже каждый день это читает а пирог шара он очень притягивает многих людей и очень те которые знают они понимают какая сила в этом заключена но те которые не знают или даже не слышали да то они спрашивают что же такого особенного есть в этом пирог шара и я хочу попробовать коснуться на сегодняшней нашей беседе именно вот все эти вопросы как-то осветить что такое пирог шара пирог шара добрый вечер да я вижу слава богу потихонечку люди подходят пирог шара это собрание суким высказываний которые в которых я бы сказала все сотворенные возносят хвалу творцу кто написал этот пирог шара мы знаем о том что его записали царь давид и царь шлама закончила их что привело к созданию этого пирог шара как он вообще создавался есть медраж который рассказывает что царь давид трудился над своей книгой псалмов много лет все знают и я уверена читают книги псалмов книгу псалмов или отдельные псалмы в молитве каждый день да в салмах царь давид описывает весь духовный путь исправления природы человека именно обсуждая как правильно можно возвыситься на и над своей эгоистической природой как человек действительно желающий исправить свой эгоизм, как он может сделать это и как он может приблизиться к Всевышнему. Что делать? Мы люди, и нам иногда кажется, что мы уже достигли своего, так сказать, потолка, и кто-то, может быть, из нас даже думает, что он самый большой праведник и сблизился к Всевышнему. Но бывает, что после этого вдруг приходит некое понимание, что ты совершаешь опять что-то не то, и приходят какие-то новые эгоистичные желания, какие-то новые свойства не совсем праведные в нас выходят. И в этот момент мы понимаем, что нам надо просто прийти к Всевышнему и сказать, знаешь, может быть, я и умничка, может быть, я и молодец, может быть, я и стараюсь всё исправить, но я хочу, чтобы ты, Всевышний, мне помог всё это исправить. Надо сказать, что в Иерусалиме, в храме, в Иерусалимском храме, в двух храмах, частью храмового ритуала, который исполняли левиты, было... они исполняли что? Они исполняли псалмы. Они исполняли их под музыкальные инструменты. И кроме того, то есть настолько это важная вещь псалмы Давида. Псалмы Давида, то есть вещь, которая столь важна, что она исполняется в храме. И вообще надо сказать, что у восточных евреев принято во многих разных жизненных ситуациях читать книгу псалмов, а некоторые Иерусалимы даже рекомендуют для женщин пользоваться этим и читать это вместо молитвы, если она не успевает, много детей, много работы и так далее. И особенно мы все вспоминаем про псалмы, когда у нас происходит что-то не очень приятное в жизни. А у хасидов хабада, я хабадница, да, это читается каждое утро. И за месяц мы прочитываем всю книгу. И раз в месяц в субботу мы тоже читаем Таилим, да. То есть вот как бы такая вещь. Итак, я возвращаюсь к царю Давиду. С чего начала? Просто я должна была немножечко сказать тем, кто не совсем хорошо знает, что такое псалмы и как ими пользуются. Так вот, царь Давид трудился над книгой псалмов очень много лет. И когда его труд был закончен, царь Давид решил, что, наверное, больше нет в мире того, кто бы так хорошо прославлял Всевышнего. И в этот момент Всевышний совершает такое маленькое, небольшое чудо. Тот, кто знает, пусть напишет, да. Всевышний послал под окно царского дворца одно из своих созданий. Кого он послал? Думаете, человека или ангела? Нет, не человека и не ангела. Он послал всего лишь одну маленькую лягушку. Но этого недостаточно. Всевышний совершает второе маленькое, маленькое, маленькое такое чудо. Что за чудо? Царь Давид начинает понимать кваканье лягушки. Как будто она говорила с ним на одном языке, на понятном нему языке. И что же он услышал? Оказывается, что вот это кваканье этой лягушки, может быть, не столь приятное его нашим ушам. Это было прекрасной песней, прекрасным песнопением, которое прославляло и восхваляло Всевышнего совершенно ничуть не хуже псалмов самого царя Давида. В этот момент царь Давид, конечно же, перестал сразу гордиться созданным им псалмами, да, и понял, что он должен приступить к созданию еще одной книги. Именно про нее мы с вами сейчас и начали урок, а про нее мы будем говорить. Эта книга называется «Перек Шира». «Перек Шира» это собрание цитат, песен, которые все создания в этом мире прославляют Творца, прославляют Всевышнего. Книгу же эту закончил царь Шеломо. и рассказывает Медраж, что Всевышний открылся Шеломо во сне и сказал «Проси у меня, что хочешь». Ну, что бы вы попросили, когда вам сказали «Проси у меня, что хочешь», и не кто-нибудь, а сам Всевышний. Я не знаю, что бы я попросила, честно скажу вам, да, но царь Шеломо, на то он царь Шеломо, что он понимал, что нет человеку вообще никакой пользы, ни от каких благ в этом мире, и как он пришел в этот мир убогим из утробы матери, то есть так мы и уйдем, опять же, ничего не взяв, ничего с собой, ничего невозможно унести, ни в руках, никаким другим образом. И поэтому царь Шеломо попросил «Дай слуге твоему понимающее и мудрое сердце». Дай Бог каждому из нас такое. И на рассвете царь Шеломо проснулся и понял, какой дар ему дал Всевышний. Он услышал пение птиц, и он понял их язык. Он услышал крик осла и понял, что тот говорит, как будто тот говорил совершенно по-человечески. И не только язык зверей, духов он получил в подарок понимать их, но он получил очень важное, дай Бог, опять же, каждому из нас, хоть в маленькой, в маленькой степени такое, такую возможность, а это понимать помыслы сердца другого человека. Надо сказать, что великий мудрец Тана или Эзер, вы знаете, у нас были Танаим, это наши мудрецы, говорил, что каждый тот, кто занимается пэрок шара в этом мире каждый день, обратите внимание на слово каждый день, да, то есть тот, кто занимается пэрок шара в этом мире каждый день, у него есть доля в будущем мире, хотя я хочу сказать, что мы считаем, что у всех у нас есть доля в будущем мире, да, тем не менее, видимо, хорошая доля, и рэбби Элиэзер обещает, что тот, кто читает вот этот пэрок шара каждый день, он сможет победить свое злое начало и будет спасен, спасен, да, спасен, наверное, правильно сказать, спасен, спасен от разных несчастных случаев жизни и будет спасен от тяжелого суда и его ецер гора, его дурное начало из глаз других людей не будут иметь над ним никакой силы, то есть обратите внимание, читая каждый день пэрок шара, да, а это занимает примерно 20-25 минут, вы можете нельзя сказать, что без тяжелой работы, нельзя сказать, что просто так, наверное, все-таки нужны еще какие-то наши каждодневные поступки, кроме этого, тем не менее, вот Рэбби Летер обещал такие потрясающие вещи, а Рэбби Юда Насим сказал, что каждый изучающий пэрок шара в этом мире удостоится не просто учить Тора, еще и обучать и еще у него будут силы хранить и соблюдать все еврейские обычаи, и мало того, что он сможет реализовать все то, что он выучил, сможет победить свое злое начало, спасется от всяких плохих вещей, и не просто в этом мире, но и в будущем мире тоже, и когда придет Машеих, он будет в первых рядах встречающих Машеиха, есть еще некая вещь, тот, кто говорит пэрок шара всю жизнь, это очень большая сгула, но иногда с нами случаются в жизни, мы не привыкли говорить этот пэрок шара, у нас нет этого обычаи, у нас нет времени, у каждого человека жизнь течет по-своему, но произошло, не дай бог, что-то плохое, что-то тяжелое с нами, такое, к сожалению, тоже происходит, и есть возможность взять и 40 дней подряд читать каждый день без пропусков этот пэрок шара, правда, есть дни, я хочу сейчас, сейчас я пытаюсь сказать некие какие-то может быть аллогические вещи, то, чтобы понять, как правильно пользоваться этим пэрок шара, есть дни, которые мы его не можем читать, и это девятая ава, и может быть кто-то взял на себя читать вот эти 40 дней, и посреди этого оказалось девятого ава, то рабонимы говорят, что если вы прочтете в муце девятого ава, вечером после девятого ава, да, пэрок шара мы обычно читаем не в вечернее время, мы читаем его в дневное время, если вы прочтете этот пэрок шара вечером, то соответственно это засчитывается и входит в эти 40 дней подряд, а в шаббат мы можем читать пэрок шара в утреннее время, это можно, это хорошо и так далее, может случиться такое, что в один из дней мы не смогли прочесть весь пэрок, такое тоже может случаться, у нас была кавана, у нас было большое желание, мы очень хотели это сделать, но у нас это не получилось, да, рабаним говорят, что это засчитывается, если мы начали читать и прочли какую-то его часть, рабаним говорит, что это засчитывается нам, и наши 40 дней идут все подряд, и это засчитывается как бы, что мы читали без перерыва, может случиться такое, что мы начали читать переркшира, в это время, не дай бог, заплакал ребенок, кто-то упал, что-то случилось, нам позвонили, какие-то срочные вещи, можем ли мы остановиться, прерваться посредине и потом продолжить, ответ, да, мы можем это сделать, мало того, люди, которые невероятно заняты и не в состоянии просидеть 20-25 минут подряд читать, могут разбить этот переркшира практически на 6 частей, потому что там говорится, первый день это небесам и земли и всей ее армии, второй это дню и ночь, да, то есть вот как по дням Всевышний создавал этот мир, так вот мы тоже можем разбить каждый день этот переркшира. Это я попыталась рассказать более-менее аллогические какие-то вещи, но все это сглот, да, это сглот про духовную работу, которая является работа над корнем нашей души, но мы не можем понять, как это работает. Я ниже после этого урока поставлю текст слова переркшира, и я знаю, что когда я там кому-то давала, человек смотрит, и он вообще не понимает о каких таких высоких материях я тут говорю, на самом пшатовом простом смысле этих слов это признание того, что все сотворил Всевышний в этом мире, и что оно мушлам, что оно совершенно потрясающе прекрасно, а мы являемся только частью его творения, да, и как я говорила уже, что даже какая-то лягушка может спеть Всевышнему песню ничуть не хуже, чем самый большой праведник царь Давид, да, мир настолько великолепен, настолько прекрасен, что мы не можем его понять, был у царя кубок тончайшего стекла, чем же думал царь этот кубок наполнять, от горячей воды, от влаги стекло может не выдержать, а от холодной оно может потускнеть, и тогда Всевышний сохранял этот кубок, не Всевышний, царь, извините, царь сохранял этот кубок только для теплых напитков, не слишком горячее, не слишком холодное, мы с вами в какой-то из уроков говорили, что всегда хорошо золотую середину, и сотворил Всевышний Вселенную и подумал, как руководить своим творением, если я буду руководить только строгим правосудием, миру грозит разрушение, а если буду руководить одним милосердием, то земля потонет в греках, и мы, к сожалению, знаем, что когда нам дали все, такое свойство нашей человеческой души, что мы не ценим только хорошее и часто пользуемся им во вред другим и себе. И решил Всевышний, что он соединит в этом мире и правосудие, и милосердие. И то большой вопрос, устоит ли наш мир. Медраж говорит о том, что сотворение человека, первого человека с самого начала участвовали и ангелы, Всевышний с ними советовался. Спрашивается, почему вот настолько важна нам информация о том, что Всевышний советовался с ангелами. И, наверное, это для того, чтобы мы понимали, что если Всевышний советовался с ангелами, с кем-то, кого он сам сотворил, то и мы, простые люди, тоже можем иногда спросить у человека, который, может быть, не находится там. Даже не раф. У хасидов принято иметь мошпе. Не обязательно должен быть высокий раф, не обязательно должен быть очень ученый человек, не обязательно должен быть мудрец. Торей достаточно того, если это будет понимающий, добрый, хороший человек. Поэтому Всевышний не советовался с ангелами при создании мира, мы же можем советоваться с хорошими людьми вокруг нас. Человек, он венец творения Всевышнего. Это очень интересно. Он сотворил его самым последним и взял, что он взял, присущее всем существам качество, и все вместе эти качества поместил в одного человека. то есть, представляете себе, каждый человек это некий такой зоопарк. В каждом из нас, в каждом из нас имеется качество абсолютно всех зверей, находящимся в этом мире. Конечно, мы думаем, что нас является лучшей из этих качеств, но у нас есть абсолютно все. что, надо сказать, что у 12 колен, да, Яков, когда награждал, не награждал, а когда раздавал своим детям качества, мы знаем, и камни, и гербы, то каждому ребенку он дал свое свойство, свое качество, которое принадлежит именно ему. Если вы когда-нибудь были в Иерусалиме, может быть, вы видели львов, да, лев, арье, это Симан, знак Иерусалима, символ Иерусалима и символ, который принадлежал колену Иуды. Колену Беньямина принадлежал символ и, соответственно, качество волка, а колену Дана змея. Ифраему мы знаем, что быка, а Минаше единорога. В каждом из нас есть качество всех этих животных. И нельзя сказать, что если уеда это только лев, значит, всех остальных не было. Да, у него было все остальные, но, соответственно, качество льва в нем преобладали. Все эти качества нам даны для чего? Только для одного, чтобы мы могли выполнить желание Всевышним в этом мире и понимать, найти в себе то самое главное качество, которое есть, и попытаться его развить максимально лучшую сторону. Есть еще одна важная вещь, которую я хочу донести, это о том, что у животных есть какое-то только одно качество, да, там олень быстро бегает, орел высоко летает, да, в человеке есть все качества, но мало того, что все качества, каждое из качеств, оно еще и противоречиво, противоречиво, да, и человек должен пользоваться всеми этими качествами вместе. То есть представьте себе, с одной стороны человек должен быть милосердным, а с другой стороны есть ситуации, когда он должен быть резким и даже грубым и делать вещи, которые невероятно далеки от милосердия. Написано, что тот, кто сочувствует плохим людям, то его учесть, что сочувствовать будут ему. Или качество гнева, да, нам известно, что гнев это качество, над которым нам надо работать, и говорится, что вообще гнев мы можем приравнивать к Абудазара, и как же мы можем пользоваться им, как же нам Тура советует, чтобы мы пользовались всеми эти качествами и гневом. Как пример надо понимать, что если мы, допустим, занимаемся воспитанием наших детей, то для того, чтобы им поставить рамки, мы должны показать, что есть такие вещи, за которые мы на них злимся. То есть мы не должны злиться и гневаться по-настоящему и там кричать на них и так далее. Нет, но тем не менее мы должны всем своим видом, своим лицом выразить наш гнев, чтобы они понимали, что некоторые вещи делать нельзя. Без правильного гнева, без правильной рамы, правильной подачи ситуации детям мы можем нанести им просто вред. Когда все допущено, как я уже не раз говорила, море без берегов, это потоп, и в потопе, к сожалению, ничего не живет и все гибнет. А такое качество, как хэсет, милосердие, может ли представить ситуацию, когда это качество может принести вред вместо помощи? Да, конечно, и такое тоже есть. Мало того, в самой Туре нету никакого обещания, нету никакой платы за выполнение нами заповедей в этом мире. Иногда человек подумал, мог сказать, вот я буду все хорошо делать, и тогда Всевышний мне даст или не даст, или как хотите, да, говорите, но на самом деле такого нет, может быть, там через 120 лет в будущем мире, да. Есть только две заповеди, только две заповеди, за которые нам обещано Арихут и Мим, то есть долгая жизнь долголетия, долголетия в хорошем смысле, да, иногда человек живет очень плохо и тяжело и уже не хочет этого долголетия, так нам обещано долголетие именно с точки зрения милосердия. И какие это заповеди? Первое, всеми вам известное, я думаю, очень хорошо соблюдающее, это уважение родителей. При этом мы говорим уважение родителей, это касается мамы, папы, бабушки, дедушки и даже уважение мертвых, то есть к могилам и так далее, делать ёртсет, про это я тоже делала как-то вам уже урок, и вы можете посмотреть. А второе, какая заповедь, которая имеет как бы совершенно равновесно этой, заповедь называется шелух акен, то есть если мы видим, мы идем где-то по дороге и видим какая-то голубка или кто-то свела гнездышко и в этом гнездышке лежат яички или наоборот птенчики уже. Какая у нас заповедь? Только что говорили про милосердие, да? Какая у нас заповедь? Мы должны у матери отнять этих самых птенчиков и взять их к себе. Вообще дикость какая-то. Представляете, тут мы говорили про уважение и любовь, а тут мы берем и отнимаем у матери ее потомство. Заповедь совершенно непонятная, объяснить я вам ее не смогу. Единственное, что именно только про эти две заповеди написано, что нам обещан Арихут Емим. Столько противоположных и так далее. Чему Тара хочет нас научить? Что в каждом из нас заложено много противоположного и мы должны уметь правильно пользоваться этим во славу Всевышним. Я думаю, что на сейчас мы закончим, я смотрю, время у меня уже, закончим этот урок. И мне очень важно услышать от вас, напишите, хотите ли вы, чтобы я продолжила именно эту тему и развила ее более подробно и дальше, или я с Божьей помощью вернусь и буду проводить еженедельные беседы, которые я провожу каждый раз в соответствии с недельной главой, с материалом, который нужен каждому нам. К этому видео я прикреплю слова Перакшира по-русски, только по-русски, так что пользуйтесь на здоровье и делайте этот мир и вообще весь мир лучше. Всего хорошего, до свидания, до встречи на следующей неделе. До свидания.